В прошлом месяце я был в Сан-Диего, навещал своих сослуживцев. Я пошел к морским пехотинцам в училище посмотреть на выпускников. Скажу честно, меня это очень зарядило наблюдать за этими морскими псами и то, что они делают. Я сел и задумался, что мне надо сделать новое видео на тему стиль и советы для жизни, которым я научился, будучи морским пехотинцем, которые вы смогли бы использовать, чтобы стать лучше. Ну что, ребята, готовы? Давайте сделаем это! Первый урок, с которым я хотел поделиться с вами, это стать профессионалом в базовых вещах. Во время поездки, хочу отметить, что это был 10-недельный лагерь для пехотинцев, и моя жена сказала, что это не так много времени, чтобы научиться всему. Я засмеялся и сказал, что конечно, ты не успеешь выучить все, что тебе необходимо знать. В целом они обучаются тому, как застилать кровать, изучают военный жаргон. Но когда ты начинаешь, то вообще ничего не знаешь, после чего ты переходишь на первый уровень, где ты уже плюс-минус что-то начинаешь понимать. Но опять же, это все основной базовый курс. И когда ты заступаешь на свою первую вахту и начинаешь общаться и работать с людьми, которые более опытные, чем ты, они покажут тебе, как на самом деле все работает. Вот где наступает настоящее обучение. Это относится ко всему в жизни. Кто-то идет в колледж, кто-то начинает лучше одеваться, и они думают, что уже все знают. Но это не так. Жизнь это постоянное обучение. Если вы этого не делаете, то вы можете выпасть и потерять свой успех. Если взять за пример стиль, когда вы начинаете лучше одеваться, то вы лучше 95% мужчин. Но можете ли вы пойти дальше? Сможете ли вы передать знания другим? Потому что в этот момент вы начинаете учиться, когда вы передаете свои знания. Так что, друзья, не думайте, что колледж или ваша ученая степень делает вас умнее или лучше других. Только постоянное обучение и желание стать немного лучше, чем ты вчерашний. Второе. Усердно работай и гордись тем, кем ты сейчас являешься. Крутой момент был, когда офицер во время присяги спрашивал всех контрактников вопрос. И они все отвечали хором. Это очень впечатлило аудиторию. Мне это нравится, потому что эти молодые парни, они так гордятся тем, кто они есть. Несмотря на то, что они самого низкого ранга среди морпехов, они уже морпехи. Я знаю, что многие из вас усердно работали, чтобы начать одеваться лучше. Может, вы только что нашли мои видео. Или вы только начинаете самостоятельную жизнь. Может, вы только пару месяцев как практикуете и ничего не понимаете. Суть в том, что мы все когда-то начинали с этого. Каждый генерал начинал как лейтенант. Каждый старший сержант начинал как простой рядовой. И самое прекрасное, это то, что есть потенциал. Поймите, когда вы только начинаете, да, вы хотели бы обладать большим опытом, знать, как делать все. Но поймите, что эти ребята, которые на 20-30 лет впереди вас, отдали бы многое, чтобы попасть на ваше место и иметь возможность начать заново. Далее рассмотрим важность команды в отличии от одиночки. Когда вы попадаете на присягу к морпехам, то вы замечаете, что морпехи универсальны. Знаете почему? Потому что они следят за всем. У них есть санитары, есть капелланы, они ездят по всему миру. Так что каждому, кто хочет стать в этой жизни кем-то, будь то самым стильным мужчиной или самым успешным, то у вас никогда не получится в одиночку. Необходимо окружить себя людьми, которые будут вас заряжать. Если вы хотите прокачать свой стиль, то вы найдете очень много полезного в моих видео или читая книги. Еще вам, конечно, было бы лучше окружить себя людьми, которые могли бы дать вам обратную связь. Партные, ребята, которые знают все об обуви, посетить форум, где люди обсуждают часы или духи. Поэтому я могу спокойно рекомендовать таких парней, как Джереми Фрэгнанс, Аарон Марина, Хосе Зунига, Рафаэль из джентльменской газеты. Я мог бы много кого вам порекомендовать. Думаю, вы уже поняли. Главное, это окружить себя мужчинами и женщинами, которые могли бы вас прокачать до следующего уровня. Следующий секрет. Правильная одежда может создать вам замечательный образ. Эти молодые морпехи носят одежду, которая им идеально подходит по размеру. И они выглядят шикарно. Так что поймите, вам тоже необходимо создать свою униформу. Я не могу знать, что это за форма, которая подошла бы вам и тому сообщению, которое вы хотите передать. Но я знаю, что для многих ребят костюм играет роль доспехов. Пиджаки-брюки сделаны из одного и того же материала. Это сделает вас выше, опрятнее. Вы будете вызывать больше доверия у людей и станете привлекательнее. Все это вам очень понадобится и пригодится, особенно если вы работаете в продажах. Но что, если это не ваш тип? Попробуйте надеть кожаную куртку. Или замшевую куртку. В любом случае наденьте что-то, что увеличит вам плечи. Сделает тоньше в талии или хотя бы создаст монохромный силуэт. Темная куртка с темными брюками. Это мне больше всего нравится в мужском гардеробе. Есть очень много способов спрятать все недостатки. Они есть у большинства из нас. Поэтому необходимо понимать, какого типа у вас тело. Разобраться, какой тип одежды сделает так, чтобы вы выглядели на миллион долларов. И любить ту одежду, которую вы носите. Ведь это влияет на то, как люди воспринимают вас и как вы воспринимаете себя. Далее, насколько важны детали. Когда вы смотрите на человека в форме, то замечаете, что у него все на своем месте и что все детали были учтены. На сленге это называется фруктовый салат. Это все награды и заслуги, которые получил военный. Обычно носятся на груди. Суть в том, что они расположены в определенном порядке и каждая медаль имеет свое значение. А знаете, что будет, если ты носишь незаслуженную медаль? Вас разжалуют из офицеров, отдадут под трибунал и вы можете попасть в тюрьму. Вот такая маленькая деталь настолько имеет большое значение. Так что это связано со всем, чем занимается мужчина. Это касается вашей одежды и вашей работы. Люди сразу могут определить, если солдат-морпех просто потому, как у него поглажена форма, потому как он следит за собой и как на нем сидит одежда. Кто-то из вас спросит, как это относится к его работе. Ну отвечу так, если он следит за своей формой, то скорее всего его винтовка в отличном состоянии, потому что он следит из-за ней. На самом деле это будет до того, как он возьмется за свою форму. Это также применяется к работе и к тому, как вы одеваетесь. Если вы неряшливы и вам все равно, как вы выглядите, я вас пойму. Возможно, это не имеет такого значения. Но если вы не убираете постель, то я могу предположить, что вы не моете посуду за собой. А если вы не моете за собой посуду, то скорее всего вы не убираете в ванной комнате. И я бы не хотел быть вашим соседом. То же самое относится к бизнесу. Если вы не следите за собой, то я бы не хотел быть вашим бизнес-партнером. Потому что когда речь пойдет о работе, я могу предположить, что вы не сделаете даже того минимума, который просто должен быть сделан. Смысл того, мы одеваемся, что это посылает сигнал о том, что мы уделяем внимание деталям. Далее, доведение дел до совершенства и важности отрабатывания всего, что вы делаете. Если вы хотите стильно выглядеть, это не происходит просто так само собой в один день. Скажем, вы хотите носить шляпу. Суть в том, что вы не сможете надеть её просто так, потому что у вас не будет достаточно уверенности, если вы никогда не носили шляпу. Сначала вы учитесь носить шляпу, ходите в ней по дому, когда никто не видит. Привыкаете к этому ощущению. Затем к вам приходит уверенность, и вы уже начинаете чувствовать себя лучше. И шляпа становится второй кожей, становится чем-то, что вы любите. Это всё относится к стилю. Многие ребята начинали заниматься стилем, потом бросали, потому что они хотели всё и сразу. А так не бывает. Делайте маленькие шаги в нужном направлении. Возможно, вы начинаете носить хорошенькую куртку. Вы знаете, что она точно соберёт комплименты. Пользуйтесь духами. Скажем, вы ещё не умеете и не привыкли носить духи. Поэтому вы используете духи, когда идёте в офис. Совершенствуйте вашу практику. Потому что, если вы будете практиковать и практиковать, то это приводит к постоянству. А вам необходимо развиваться и становиться лучшей версией себя. Следующий пункт всегда существует дресс-код. На этом выпуск нам были морпехи Чарли. Были ещё морпехи в других формах. Возможно, они пришли из другого штаба. Но, в целом, там соблюдался протокол. Поймите, на работе они могут сказать, что нет дресс-кода, но он есть. Потому что у людей уже есть в голове идея того, как выглядит успех. Поэтому стоит держать в голове, что любая профессия и то, чем вы занимаетесь, имеет образ успеха. И необходимо стремиться выглядеть именно так. Конечно, не стоит перегибаться, хоть палку с этим. Если вы упаковщик в магазине, и вы хотите открыть свой магазинчик где-нибудь в США, то, скорее всего, вам не нужен костюм. Но вы можете опрятно одеваться в одежду, которая вам по размеру. Может, вы даже наденете бабочку. Возможно, это будет слегка эксцентрично, но знаете что? Вы знаете, что хотите хорошо выглядеть. Вы надеваете бабочку, потому что она помогает вам выглядеть дружелюбней. Люди заметят это и запомнят вас как парня, который работает в магазине. Который очень дружелюбный и находится на своем пути к большим успехам. Запомните, что люди, они в любом случае делают суждения и всегда присутствует дресс-код. Всегда есть форма, которую необходимо носить, чтобы посылать то сообщение, которое вы хотите. Сейчас поговорим о ранге. В армии с этим все понятно, система работает как часы. Есть офицеры, есть контрактники и в каждой категории есть различные вариации. Все, кто на срочной службе сначала приветствуют офицеров, не потому что те лучше, просто так обозначено в протоколе. И это правило иерархии. У офицеров есть младший лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор. Младший лейтенант будет приветствовать всех офицеров, которые старше его по званию. И всегда приветствуются те, кто старше по званию. На гражданке эта иерархия существует, просто она не так очевидна. Существует, как я говорил ранее, идея того, как выглядит успех. И когда мужчина одевается как высокоранговый, то он автоматически заслуживает к себе и соответствующие отношения как к высокому рангу. Так что, если вы выглядите как генерал или как полковник, то к вам будут относиться тоже с уважением. Или в армии, как и на гражданке, если вы выглядите как высокоранговый, но вы не оправдали ожиданий, потому что вы плохой лидер, тогда знаете что? Люди начнут обсуждать вас за спиной. Они будут искать способы копать под вас. Но дело в том, что зачем стрелять себе в ногу и допускать эти ошибки. Короткая история. Я заболел на базе Навал и отправился в корпус Кристи к доктору. Я надел форму и очень спешил. Я удивился. Пехотинцы, которые проходили мимо, они просто посмотрели на меня и даже не поприветствовали. Они посмотрели на меня немного странно, но я не обратил внимание и пошел дальше. Затем прямо у госпиталя меня тоже никто не поприветствовал. Тогда я спросил, что происходит. Но я чувствовал себя плохо. И когда я сидел в коридоре, я решил снять свою рубашку и заметил, что на ней не было никаких погонов. Я забыл надеть свои лейтенантские погоны. И тогда я понял, что, конечно, никто меня не приветствовал. Они не знали, кто я. Тогда я уже обрадовался, что я не встретил по пути офицера, который начал бы на меня кричать. Хотя, может, от этого история стала бы более смешной. Суть в том, что иерархия существует. Люди делают суждения, основываясь на том, как вы выглядите и что на вас надето. Поэтому вам стоит стремиться выглядеть как старший офицер или высокоранговый бизнесмен, чтобы к вам относились соответствующе. Следующий пункт появился, когда я встретился со своим приятелем, с которым я не виделся 15 лет. И я был удивлен тем, что они запомнили про меня. Когда ты пробуешь что-то сделать, особенно будучи морпехом, главное – это выполнить миссию. Это взяться и сделать свою работу. Очень часто на работе или в университете мы совершаем ошибку и не относимся к людям с уважением. Потому что мы фокусируемся только на том, что нам необходимо сделать, чтобы самоутвердиться. Но, друзья, когда я спросил своих приятелей, что они помнят обо мне, они сказали, что это мой характер. История о том, как я заботился о своих подчиненных. Что я был хорошим напарником по работе. Знаете, я не был самым умным морпехом. И да, я не был самым лучшим адъютантом. В целом, я немного выделялся среди других, как падший ангел. Потому что я попадал во всякие ситуации на тренировках. Когда мне надо было выбираться из падающего самолета. А это была моя мечта – быть пилотом самолета. И тут я попадаю в морпехи. Но я по-прежнему старался на максимум. У меня был отличный главнокомандующий офицер. На то время он был майором, сейчас он уже полковник. Я говорил с лейтенантом Томасом во время службы. Он был нашим врачом, когда мы отправились в Ирак и в Кювейт. Так вот, я разговариваю с этими ребятами. И они говорят, знаешь, я помню вот это про тебя. Ты был отличным парнем. Ты всегда подставлял плечо и делал свое дело. Мы могли на тебя рассчитывать. Так что поймите, друзья, ваша личность и тень, которая исходит от нее. Ваша репутация – это то, о чем стоит постоянно думать. Конечно, важно следовать плану и выполнять норму, но никогда не следует жертвовать ради этого человечностью. Это смешно и в то же время грустно, что люди, о которых мы не самого высокого мнения, мы никогда с ними не соприкасались, потому что они придурки и токсичны. Да, возможно, у них хорошее резюме и они могут выполнить миссию, но люди, которые подчинялись им, никогда не испытывали к ним уважения. Лучше быть настоящим лидером. Тем львом, который готов умереть за свой Прайд. Прайд же, в свою очередь, готов отправиться за вами куда угодно.